Как правильно выбрать ботинки с коньками? Посмотрите. Далее встречу Кипршева Петра Георгиевича и Князева Артема Игоревича. Уважаемые родители, позвольте мне представить Кипршева Петра Георгиевича, официального представителя Торгового дома фигурного катания, официального партнера Федерации фигурного катания России. Петр Георгиевич не только представитель Торгового дома фигурного катания, но также является и тренером международного уровня. Его спортсмены выступали на чемпионатах мира, на чемпионатах в четырех континентах, а также на Олимпийских играх в Ванкувере и Турине. Петр Георгиевич, спасибо вам огромное, что вы согласились принять участие в нашем родительском собрании. Дело в том, что у нас очень много родителей постоянно спрашивают, какой инвентарь нужно покупать, какой лучше, чем отличаются одни ботинки от других. И как истинного эксперта просим вас рассказать нашим родителям, чем же все-таки отличаются ботинки и как лучше подобрать самый хороший инвентарь. Я думаю, что с ваших уст это будет звучать более убедительно. Да, в современном нашем мире на данном этапе имеется очень большой выбор, очень большой ассортимент такой продукции, которая представлена в различных магазинах, в том числе и в нашем магазине. Петр Георгиевич, скажите, пожалуйста, а каких производителей на данном моменте мы можем встретить в Уральском регионе? Какие страны? Вот в нашем Уральском регионе конкретно можно встретить ботинки Джексон, это производство Канада, ботинки Идея, производство Италии, ботинки Риспорт, тоже производство Италии, ботинки Граф, это Швейцария, и ботинки Вифа, это Австрия. Петр Георгиевич, в нашей школе занимается очень много маленьких детей. Их возраст от 3 до 6 лет, и есть еще более высокого ранга спортсменов. Дело в том, что это собрание именно для детей от 3 до 6 лет. Какие бы Вы порекомендовали ботинки вот из того огромнейшего спектра производителей? В протяжении многих лет мы используем ботинки и коньки, это называется вообще-то коньки, вместе, когда все это собрано, австрийской фермы Вифа. Вот, ботинки, они средней жесткости, что как бы соответствует возрасту, возрастным физиологическим и физическим. Ребенка такого возраста, эти ботинки очень комфортные, имеют два вида полноты, то есть можно подобрать и на более широкую ножку, и на более узкую ножку, можно подобрать ботиночки. Также, чем они характеризуются? Тем, что они достаточно легкие. Достаточно легкие ботиночки. И также, что очень как бы привлекает, это то, что они уже поставлены на лезвия, поставлены на ботинок. То есть, правильно я понял, в магазине их можно купить сразу с прикрученными лезвиями. Абсолютно правильно. С этой фирмой была проведена в плане установки очень большая работа. То есть, были специалисты, которые сделали рекомендацию, и на данный момент эти лезвия устанавливаются достаточно очень грамотно и правильно. Петр Георгиевич, а почему Вы рекомендуете маленьким детям ботинки средней жесткости? Дело в том, что если ботинок чрезмерно слабый, то тогда, как правило, дети в этом возрасте имеют очень слабый голеностоп. И мы видим просто, как дети мучаются и ходят практически на ботинке. То есть, они косолапят, получается? То есть, получается, что косолапят. Ножки заваливаются вовнутрь. Или наоборот, наружу уваливаются. Вот. Если ботинок чрезмерной жесткости, то ребенок с этим тоже не справляется, и получается, как бы, он ходит, как на ходулях. Ну и, понятное дело, удовольствия никакого от этого не получает. Только удовольствие. Ну и дети, которые катаются на таких ботинках, сразу мы видим разницу от тех детей, которые имеют инвентарь ненадлежащего качества, ненадлежащего уровня. Более низкого или там, наоборот. То есть, правильно я понял. Если ботинки хорошего качества, хорошей жесткости, то гарантированно ребенок научится кататься на коньках и будет с удовольствием ходиться на тренировке. Совершенно верно. Совершенно верно. И это показывает практика. Ну, кстати, еще все фирмы, как я уже сказал, не стоят на месте. Мы сейчас получили новую модель от Риспорта. Ну, они чем немножко, как бы, отличаются от ВИФы, тем, что они не установлены. Но, когда мы берем ценовую политику, то, если взять отдельно ботинки, отдельно лезвие и обратиться к мастеру для установки, то цена будет приблизительно в том же разряде находиться, как и те коньки, о которых мы говорили ранее, то есть о ВИФе. В чем здесь, как бы, разница, я вижу, все равно мы стремимся, чтобы детки чувствовали комфорт, то, о чем мы говорили. Когда они одевают, меряют этот ботиночек, то ребенок должен ощущать ножки комфорта. Ничего не должно давить, ничего не должно сжать и тому подобное. Потому что, если ребенок ощущает дискомфорт, это ясно, что это приведет к тому, что ребенок будет протестовать против занятий фигурным катанием. Скажите нам, а как ухаживать за инвентарем? Да, Артем, это очень важный такой момент, даже с той точки зрения, что они достаточно, в принципе, дорогостоящие. И каждому родителю хотелось бы, после того, как ребенок откатался и вырос из этого размера, хотелось бы их продать. И, в принципе, это реально, продать их за хорошую цену, близкую к тому, за которую они покупали. И для этого мы рекомендуем приобретать вот такие чехлы на ботинке. чехолный ботинок одевается на конек сверху, тем самым он защищает ботиночек от ударов, от порезов лезвий. Все равно детишки падают, сталкиваются друг с другом. С другом, да. Вот, и поэтому вот такой чехольчик, он предохраняет ботинок от повреждения, от различных повреждений. Также можно в другой цветовой гамме, конечно, это все использовать, но для тренировок это более практичный цвет, черный. То есть чехол на ботинок, он защищает прежде всего от царапин, он защищает от того, чтобы ботинок не терся друг об друга, и в последующем, и в следующем будущем эти ботинки с коньками можно будет продать. Петр Георгиевич, а как защитить лезвие? Да, на самом деле это очень важный момент, потому что лезвие имеет специальную заточку, специальная заточка под желоб, и конечно, чрезмерно часто если лезвие не защищать, то придется точить очень часто, а это приведет к стачиванию лезвия. То есть, соответственно, ухудшает их качество. Поэтому существуют чехлы, они такого типа пластикового, они защищают конек, когда ребенок находится вне льда, то есть, он ходит по полу, ходит в раздевалке или идет до льда, такой чехол, он имеет безразмерный, он является безразмерным, то есть, чехол просто легко подгоняется под данный, под данный размер лезвия, который у вас имеется. Кроме того, этот чехол чем хорош? Он легко одевается, он легко снимается, то есть, ваш ребенок при небольшой тренировке сможет самостоятельно это делать и в них еще удобно ходить. Существуют, конечно, более простые модели лезвий, но они чаще быстрее выходят из строя и не такие удобные в использовании. Кроме того, мы рекомендуем иметь такие чехольчики, они на тканевой основе, для чего они нужны? Для хранения, то есть, когда ребенок покатался, вышел, надо обязательно лезвие протереть сухой тряпочкой, после этого уже вот эти чехлы, которых мы ходили, одевать нельзя, потому что там влага, мы одеваем такой чехол, он защищает конек тоже от каких-то неожиданных ударов, неожиданных ударов каких-то ну и плюс наверное сумку защищает элементарно, чтобы она не порвалась. Да, это точно правильно совершенно, сохраняет ваши вещи как бы в полном порядке, ну и существует такой вид, он более простой, а еще есть такой, у нас как чехлы игрушки, они очень красивые, детишкам нравится с ними играть. Великолепно. Петр Георгиевич, вот вы сказали про заточку, а скажите пожалуйста, а нужно ли точить новые коньки? Да, этот вопрос очень часто звучит от родителей, абсолютно совершенно ясно, что их точить надо. Новые коньки не имеют заточки, это просто заводская, заводской цикл, когда делается желоб, просто делается желоб механическим, специальным, но это не является заточкой. не является заточкой. Скажите, ну вот поточили коньки, покатался ребенок, вообще как часто нужно точить коньки? Вы знаете, на самом деле это очень много зависит во-первых от интенсивности катания, то есть если ребенок катается два раза, три раза в неделю, то конечно совершенно ясно, что ему не надо даже каждый месяц их точить. Конечно, при всех условиях, что ребенок ходит вне льда в таких чехлах, что вы храните коньки в таких чехлах или в других игрушечных. При этом условии я думаю, что при двух-трех разовом катании в неделю вполне достаточно через два или три месяца точить. Раз, в два или в три месяца. Петр Георгиевич, ну, прошел сезон, дети, понятное дело, нога у него выросла, ботинки совершенно не дешевые, стоят достаточно дорого. Что делать в таком случае, как быть? В данном случае, если за ними ухаживали, за ними смотрели и использовали все наши советы, то очень легко продать такие коньки по объявлению, потому что они практически не теряют в цене, они всегда востребованы и вот такие коньки, как допустим производство Китай, более дешевые, их продать практически невозможно за любую цену. А вот такие коньки очень хорошо приобретаются теми, кто может быть ищет чуть-чуть подешевле, им не важно, что это новое или уже бывшее употребление, потому что на самом деле маленький ребенок он не наносит такого ущерба ботинку, очень сложно маленького ребенка его куда-то стоптать, тем более это ботинок достаточно жесткий, вот и они некоторые родители приносят на самом деле ботиночки что продать, у нас в школе мы занимаемся этим вопросом и они практически как новые и хорошую в принципе хорошую цену и при небольшой доплате можно купить новые ботинки совершенно на следующий сезон то есть по большому счету если я правильно понял что если у родителей нет средств на новые ботинки и они готовы кататься в ботинках уже в которых катался другой ребенок то они могут найти те же самые ботинки в принципе достаточно хорошего качества в интернете или по объявлению или обратившись в одну из любых других школ где собственно и продаются эти ботинки в любом случае я понимаю что продаются потому что дети вырастают может быть стоит на какое-то особое внимание уделить если это бушные ботинки да на самом деле надо посмотреть в каком состоянии находится лезвие в первую очередь потому что лезвие должны не должны быть сильно сточены как это проверить что значит не не должны быть стоить сильно сточены здесь имеется такой вот такая насечка так не блестящая вот она должна быть она должна быть она должна быть если этой насечки уже не видно значит уже можно сказать что лезвие близко к тому что на нем кататься будет скоро плохо уже невозможно так хорошо что касается ботинок лезвия все понятно что касается ботинок то на них не должно быть очень сильных заломов сбоку так особенно с наружной стороны если имеется глубокий залом вовнутрь как правило это бывает то конечно такие ботиночки уже не стоит покупать они уже явно что эти ботинки уже были давно давно употреблены не первый раз на них катались ни год ни два ни три на них катались ничего вечного нет согласен приходит негодность еще есть какие-то ну вот допустим хорошо а если на них какие-то царапины на лезвиях царапины но вот того то что о чем вы говорили не заломов есть специальная насечка матового цвета это все присутствует такие ботинки можно покупать конечно можно но они конечно должны их можно покупать они как бы на катание не влияет особо на катание вот эти вот царапинки допустим тут и тут но конечно внешний вид он влияет на последующую как бы перепродажу на последующую перепродажу то есть некоторые кто-то обращает на это внимание кто-то не очень обращает на это внимание но главное это то о чем я сказал чтобы не было глубоких заломов и имелась вот эта полоса наличие спасибо вам огромное что вы нам так подробно все рассказали а я еще раз повторю для наших родителей что для вас сегодня провел небольшой урок как купить правильные ботинки Кипршев Петр Георгиевич тренер мирового уровня его ученики катались на чемпионатах мира на чемпионатах четырех континентов а также на двух олимпийских играх в Турино и Ванкувере спасибо вам большое на этом я прощаюсь с вами ждем вас на наших занятиях спасибо вам большое Продолжение следует...